Уважаемые студенты, мы продолжаем изучение курса «Современная история стран Европы и Америки». Сегодня мы с вами поговорим о развитии европейских стран в период после Второй мировой войны. Это будет обзорная лекция, нам нужно будет очень кратко пройтись по основным событиям европейской истории послевоенного периода. Итак, после окончания Второй мировой войны перед странами Западной Европы встала основная проблема восстановления разрушенной в ходе войны экономики. В 1945 году балловой национальный продукт Италии, к примеру, находился на уровне 1909 года, Германии 1908, Франции 1891 года, Австрии 1886 года. В отличие, кстати, от стран Западной Европы, доля США в мировом балловом продукте достигла 45%, а их превосходство в научно-технологической сфере было настолько велико, что не поддавалось оценке. Европа после войны не только оказалась в тяжелом экономическом положении, но и в состоянии глубокого духовного кризиса. Нацистское господство в Германии в течение 12 лет привело к тому, что страна являлась после Второй мировой войны поверженным агрессором, обвиненным в невиданных ранее преступлениях против человечности, в геноциде. Территория Германии была разделена. В Испании, Португалии и Греции после войны сохранились полуфашистские режимы. Во Франции часть политических кругов надолго запятнала себя сотрудничеством с нацистами. Это называется термином коллаборационизм. Европа в первое послевоенное десятилетие перестала быть активным субъектом международных отношений. Важную роль в решении основной проблемы восстановления экономики ведущих западноевропейских стран сыграло то, что освободившись от одезных тоталитарных режимов, Этим странам при поддержке США удалось разработать правильную стратегию экономического развития. Был взят курс на соединение развитого человеческого капитала с достижением мировой культуры и научно-технического прогресса, а также создание и развитие государства благосостояния. Началось беспрецедентное ускорение научно-технического прогресса, создание новых сфер производства, масштабное развитие науки и превращение ее в непосредственную производительную силу. Уже в конце 40-х, начале 50-х годов в Западной Европе прокатилась первая волна НТП. Она позволила восстановить на новой качественной основе экономическую инфраструктуру. Быстро развивались наукоемкие производства. С середины 60-х годов начинается рост забастовочного движения за повышение реальной заработной платы, включается в борьбу за свои права рабочие эмигранты. Кроме экономической борьбы, происходят и политические коллизии, иногда приводившие к весьма серьезным последствиям. Так, в середине 50-х годов конституционный и институциональный кризис во Франции наложился на обострение ситуации в заморском французском департаменте Алжир. Французское население Алжира, боясь, что новое правительство объявит независимость этого заморского департамента от Франции, за что сражались арабы Алжира, подняло вооруженный мятеж, который поставил страну на грань гражданской войны. Итогом стало изменение политического устройства Франции с парламентской республики на президентскую, то есть установление режима Пятой Республики. Президент Шарль де Голли установил режим личной власти и сумел решить ряд проблем, обостривших положение в стране. Однако в середине 60-х годов политика де Голли перестала поспевать за социальными изменениями в стране. И в 1968 году Франция пережила так называемую Красную Весну. Страна увидела баррикадные бои в Париже и в других местах. Кстати, центром этой баррикадной борьбы в основном были университетские городки, кампусы. Это был серьезный кризис еще и в духовной сфере, в образовании, идеологии, когда профессор, войдя в аудиторию, мог прочесть написанное мелом на доске обращение к нему. Ну и что нового ты мне можешь сказать, допустим. Или известное высказывание Фридриха Ницше «Бог умер», допустим. То есть студенты очень активно проявляли себя во время этого кризиса 1968 года во Франции. И только нахождение компромисса традиционных левых с консервативным правительством перед лицом угрозы разрастания леватского бунта удалось стабилизировать ситуацию в стране. Шарль-Легуль, конечно, проявил себя очень сильным политиком. Он решил провести досрочные выборы. И здесь Франция реально задумывалась, что ей нужно. Это, кстати, революция или стабильность. И люди проголосовали за буржуазные партии, за сохранение существующего строя. Ну и будучи несколько в эйфории от этой победы 1968 года, Шарль-Легуль в 1969 году предложил референдум по некоторым вопросам административного устройства и так далее. И, как бы, в заплачивости пообещал, что если референдум не пройдет, он уходит в отставку. Ну, так, кстати, к сожалению, получилось. То есть, действительно, большинство французов на референдуме проголосовало против. В Германии в конце 60-х годов в ходе студенческих волнений полностью была скомпрометирована политика ХДС, ХСС. И население на выборах проголосовало за правление СДПГ, социал-демократической партией Германии. В Англии нежелание треть-юнионов идти на уступки правительства и либористов сузило поле для правительства маневра, что привело к порвалу референдума по деволюции, то есть передаче части полномочий для Уэльсии и Шотландии и внесению парламентом в отомо недоверие либористскому кабинету министров. В Италии в конце 80-х годов дискредитация почти всех правых и левоцентрических партий, коррупции и неэффективной политикой привела к фактическому развалу христианской демократической партии и соцпартии. Компартия, по-моему, вообще прекратила существование. Была сломана политическая система, на которой держалось парламентское правление с 1945 года. В начале 90-х годов Италия также изменила свой политический режим, перераспределив полномочия президента, парламента, правительства, что стабилизировало ситуацию в стране и позволило начать очищение политики от людей, связанных с организованной преступностью. Это так называемая операция «Чистые руки». Ну и, наконец, завершая характеристику политического развития европейских стран в послевоенное время, необходимо отметить ликвидацию в Западной Европе фашистских государств. В Португалии фашистский режим пал в ходе революции 1974 года, так называемой революцией Гвоздик. В Испании фашистская система была мирно демонтирована после смерти диктатора Франсиско Франко. В конце 70-х либерально настроенным фалангистам удалось достичь консенсуса с левой оппозицией о путях перехода к демократии. Вот так пали старые фашистские режимы, установленные в этих европейских странах еще в 1930-е годы. Однако были и другие примеры. Например, в Греции в 1967 году военные фашисты свергли законное правительство страны, и до 1974 года установилась диктатура так называемых черных полковников. После авантюры греческой военщины на Кипре, приведших к оккупации северной части республики Кипр турецкими войсками, военный режим Греции потерял всяческую опору в обществе и передал власть гражданскому правительству. Но если на западе континента упрочивала демократия, то на востоке протекали гораздо более противоречивые процессы. Холодная война, обострение внутриполитической борьбы в восточноевропейских странах, выявление внутри коммунистического движения региона иных, отличных от советского понимания путей развития по социалистическому пути, проявление пусть слабых, но попыток противостоять советской великодержавной политике в восточной Европе, и, наконец, советский-вягославский конфликт обусловили новый этап развития восточной части Европы. Период с 48-го по середину 50-х годов можно условно назвать временем некого сталинизма в восточной Европе. Вкладывались тоталитарные режимы, государственная система перестраивалась по советскому образцу, профанировалась парламентская система, все властные полномочия переходили к исполнительным органам власти, действующих под контролем и правлением партийных комитетов компартий, сужалась сфера возможностей местного самоправления, хотя и сохранялась формальная многопартийность. В экономике начались социалистические преобразования, копировавшиеся с так называемой советской модели. Несколько иная ситуация складывалась в Югославии. В начале 1950-х годов лидеры Компартии Югославии начали построение так называемой югославской модели социализма. Отказ от коллективизации сельского хозяйства, передача прав собственности в других сферах народного хозяйства трудовым коллективам, формирование системы производственного территориального самоправления и так далее. Развитие Югославии в рамках самоуправленческого социализма было неоднозначным и сопряжено с незавершенностью отказа Компартии от гегемонии, нарастанием бюрократизации, экономических проблем и ростом этнонационализма. Смерть Сталина стала новым вежом развития Восточной Европы. Начавшиеся в Советском Союзе процессы десталинизации оказывали неоднозначное влияние на регион. С одной стороны, в 1953-1954 годах были прекращены массовые репрессии и началось амнистирование части политзаключенных. С другой стороны, продолжалось ухудшение экономической ситуации, как следствие непродуманной и диалогизированной социально-экономической политики предыдущего периода. Под влиянием разнородных тенденций усиливалась дезориентация общества. Кризис разразился в 1956 году. Разоблачение культа личности Сталина в докладе Никиты Хрущева, ставшего широко известным в Европе, ускорило процессы оформления ортодоксальных и реформатских фракций внутри Компартии стран Восточной Европы, придало политизации общественной жизни определенное направление, приведшее, с одной стороны, к требованиям очищения социализма от сталинизма, а с другой, к лозунгам оказывать социализма как от тоталитарного общества. Произошло оживление самостоятельного политического движения масс за демократизацию политических режимов, за изменения социально-экономической политики. Наиболее трагичные события развивались в Польше и Венгрии. В Польше экономические забастовки весной и летом 1956 года приняли особенно острый характер в Познане, где в конце июня произошли вооруженные столкновения сил безопасности с бастующими, предпринявшими штурм административных зданий. Параллельно с польским кризисом развивались сходные события в Венгрии. Трезвомыслящие силы венгерской партии труда в течение весны и лета пытались отстранить от власти догматически настроенные руководители партии Ракоши. Это удалось сделать в конце лета лишь при прямом мешачестве руководства КПСС. Однако ситуация принципиально не изменилась, так как во голове коммунистов оказался Герри, разделявший многие взгляды прежнего первого секретаря. С другой стороны, в партии складывался центр протяжения реформаторских сил, им стал Имринать, видный деятель венгерской компартии, ранее неоднократно исключавшийся за оппозиционные взгляды. 30 октября 1956 года, после вывода советских подразделений из Будапешта, формирование антикоммунистической оппозиции взяли штурм горком венгерской партии труда, лечевав попавшуюся им в плен защитников горкома. В стране началась открытая гражданская война, объявленная антикоммунистической оппозицией, народной революцией, а их противниками, официальными властями, это было все названо контрреволюционным мятежом. Правительство Имринать попыталось остановить войну путем формирования некого коалиционного комитета и путем обращения к НАТО в обказании военной помощи. В ответ советское правительство 1 ноября 1956 года принимает решение о военной интервенции. Большую роль в этом сыграл посол Советского Союза в Венгрии, которым в тот момент был Юрий Владимирович Андропов, будущий глава КГБ СССР и будущий глава партии и советского правительства. Итак, советское правительство принимает решение о военной интервенции. Советская армия при поддержке некоторых других стран, входивших в Организацию Варшавского договора, насколько помню, активно действовали военные из Германской Демократической Республики. Так вот, начинаются бои с гражданами, вооруженными группами Имринатья, которые сплотились вокруг этого оппозиционного правительства, и бои за Венгрию, так сказать, продолжались до 4 ноября 1956 года. И надо сказать, что это события были достаточно кровавыми, достаточно необычными, неожиданными, я бы сказал, для стран так называемой социалистической ориентации. И ситуацию удалось стабилизировать только в начале 60-х годов окончательно в Венгрии, хотя страну покинуло до 200 тысяч ее граждан. Началась политическая амнистия в 1958 году. Однако в том же году, кстати, в Венгрии были приговорены к смерти и казнены Имринатья, члены его правительства. В 1964 году в СССР начинается так называемая оттепель, и Брежневское руководство начинает отход от политики либерализации. Это придает силы новым течениям Восточной Европы, и особенно это отразилось на чехословацких событиях 1968 года. Здесь был смещен с поста главы партии, компартии Чехословакии Новотный, новый руководитель партии Дубчик, начинает подготовку демократизации и совершенствования экономических отношений под лозунгом «Социализм с человеческим лицом». И надо сказать, что в конце лета 1968 года руководство Организации Варшавского договора принимает решение о вторжении в Чехословакию, и войска союзников вошли в ночь на 21 августа на территорию Чехословакии, и так называемая «Правская весна» также была подавлена силой. Вот это основные кризисы в странах соцлагеря. Был еще польский кризис с начала 80-х. Поговорим об этом подробнее на 7-м.